Всем привет, вы находитесь на канале FastGearTV, мы с вами продолжаем Skyrim. Это Sky, мы продолжаем вот этот великолепный квест Зоффсерву Капюшон Ноктюрнал, в котором в тюрьме, блин, музыка-то какая эпичная, играет прям в одушевление вообще во всех частях тела, вполне себе органически произошел затуп, я на самом деле даже не удивлен, потому что я понял даже почему это произошло. Короче, нам же нужно найти секретный тайный ход, который как бы здесь и находится, да, на самом деле его надо открыть заклинанием, которое мы как бы подобрали, где оно, вот, древнее видение, да, оно как бы есть, оно работает действительно, но проблема заключается в том, что в силу того, что у меня же стоит мод, который имерся в спойлернинг, который делает процесс изучения заклинаний новых чуть более интересным, чем просто нажми правой кнопкой на книжку и выучи заклинание, поэтому я взял заклинание, типа начал его учить, но поскольку это заклинание, которое сделано специально для этого мода, имерся в спойлернинг не понял абсолютно нихрена, и поэтому, короче, заклинание просто самоуничтожилось, и пришлось его, в общем, добывать не самыми честными путями, но, короче, теперь мы сможем здесь пройти, и, помимо прочего, меня еще также сбила вот эта дверь, которая вот здесь, она как бы... Она как бы... Мужик, ты дурак, она здесь как бы есть, но она на самом деле ничего не делает, то есть там за ней пустота, ее нельзя открыть, я думал, что может быть вдруг это какая-то ошибка, на самом деле так оно и должно быть, вот, поэтому давайте-ка откроем... Невероятный секрет... Который здесь еще и не один, судя по всему... И будем двигаться дальше, потому что Ноктюрнал проверяет меня уже просто я не знаю на что... На выдержку! На выдержку и желание жить, так... Нет ли каких-нибудь опасностей типа пауков, а то знаю такие пещеры... Так, надо сразу проверить, кстати, надето ли на мне все, что нужно, вот нифига на мне не надето все, что нужно... Каждый раз слетает... Как-то кольцо вроде зафиксировалось, да, амулет почему-то не хочет, странно... Сундук... Сундук, но здесь все еще ничего нет как-то глобально полезного... Господи, вес 9... Стоимость зато 6000... Ладно, оставлю... Так... Еще один сундук... Что тут где-то еще нужно древнее знание использовать? Подожди, 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 подожди... Я думаю, там нет обрыва на самом деле, да? Просто можно посмотреть на ящики, на сундуке... По факту надо вернуться сейчас обратно... Я не знаю, получится ли это сделать здесь! Вроде... Допрыгнуть смог... Короче, давай вернем древнее видение... Сейчас все сделаем... Но потому что открывает только то, что передо мной... Оно не действует какое-то время... Либо я ошибаюсь... Скорее всего... Здесь просто должен появиться, типа, мост... Да... Радусь, что хоть на это заклинание не требуется магия... Ну, типа, вообще нет никаких затрат маны... А то была бы проблема... И это, наверное, проход... Конечно... Хитрозады... Так, я, наверное, кинжал вот так поменяю пока... То, как ты знаешь... Хочется быть чуть-чуть... Чуть-чуть в большей безопасности... Не знаю, куда мы спускаемся... Я все еще не понимаю особо, куда мы идем... К чему это все? Так, мастерская дверь... Ну, хорошо... Спасибо, Ноктюрнл... Скорее всего, благодаря тебе я добью себе сотый уровень... Навыков взлома... Септимы... Вот прямо везде все одно и то же... Один камин-душ, один слиток и какое-то украшение... Везде, да? Карты-искусители еще есть... И за дневниками надо следить... На дневнике они, как правило... Попадаются... Около трупов... Блин, а мне, кстати, даже интересно... Вот я труп подобрал... Понстрис или Гондор... Сейчас... Я же подобрал труп... Ну, не труп, а скелет... Который, вроде как, даже надо похоронить где-то в Рифтоне... Он... Вообще что? Ну, типа, он какой-то предмет или... Где он вообще? Или нет? Он исчез? Ну, то есть, оттуда он исчез, но в инвентаре его... Как бы тоже нет... Он как квест, вроде как, появился... Вот, похоронить останки Валендредда в Фолкрите... В Фолкрите надо похоронить его... Ну, что-то непонятно, нифига... Ну, ладно... Возможно, я, да... Типа, я получил... Задание... Вот, у меня есть останки... Ну, я не знаю, уже после таких перемещений... Меня уже страшно... Отноктюрнул... Что дальше? Что еще ты приготовила? Нужен ключ... Что-то не нравится мне этот коридор... Вот это, на самом деле... Настоящая головоломка... Ворота... Нордских руин... Что себе... Не вот эта фигня, которая, знаешь... Поверни четыре символа... Вот мы вам рядом нарисовали три символа, да? Вам нужно их просто воспроизвести... Нет, Ноктюрнул... Тут просто... Тут очень мало подсказок... Она дает какой-то один ключ... И здесь пройдет, ну, действительно, только двакин... Это лабиринт какой-то, или что? Так, ну... Я не знаю, уже надо это или нет... Но я... На всякий случай буду проверять... Ну вот, пожалуйста... Видишь просто, да? Какое-то помещение... И где-то... Господи, как это напрягает... Где-то здесь проход ненастоящий... Вон тут рычаг спрятан за стеной... Который открывает... Мой бог... Который открывает... Возможно... Возможно, предполагаю... Вот это... Не тут мало сражений... А... А это никак не активируется? О! Нет... Что это было? Что меняется? Так... Так... У меня какой-то странный эффект... Как будто... А, это, наверное, древнее видение так действует... Так, еще раз... Этот рычаг что-то повернул... Я слышал движение механизма... Но какого? Может, тут есть что-то еще чего я не видел? О! Нет, ты только просто глянь, что... Что здесь было сделано? Я в шоке просто... Это... Золотые слитки такие маленькие... Так, ключ... От комнаты свечей... Мне не нравится название комнаты свечей... Мне нравятся камни... Изумруды... Привет, серый лист! Ты меня доконал уже, если честно... Хотите знать мое мнение? У Дуина было убить проще, чем пройти... Вот эти... Испытания на... Довакина... Мага... Мега разумного... Человека... Не совсем человека... Вампиры, если быть точным... Так... Еще один бюст... И... Подвижный засов... Сначала приходит свет солнца... Затем свет свечи... Затем свет из камина... И, наконец, свет луны... Наверное, здесь несколько кнопок... Потому что это явно какое-то указание на... Порядок... Ага... Активирует истинный свет... Так... Хорошо, еще раз... Значит... Сначала приходит свет солнца... Затем свет свечи... Затем свет из камина... И, наконец, свет луны... На солнце, похоже, вот эта штука... Здесь с ней как-то можно позаимодействовать? Вроде нет... Пам-пам-пам... Но тут четыре свечи... Ляйку угадаю... Оно на что-то указывает? Нет... Таинственный свет... Но все свечи при этом одинаковые... Так... Что-то я здесь не вижу, видимо... Ну тут только книжки... Книжки... Свечи... Вот еще свечи... И оно откроется только когда я... Что-то сделаю в определенном порядке... При этом древнее знание не действует... Сначала приходит свет солнца... Затем свет свечи... Затем свет из камина... И, наконец, свет луны... Я еще не вижу, чтобы вот эти свечи активировались... Потому что это вот горит с... А, подожди! Так все правильно! Это, наверное, цвет... Типа, это луна? Потому что какой-то, да... Такой белый... Эээ... Контур... Я не знаю, может... Нет, это не из-за решейда... Это... Может быть, это за ЕНБ, я не знаю... Но, короче... Вот это светит так, как будто это, знаешь... Либо солнце, либо реально свеча... Это как луна... Это как свеча... А это как я не знаю... Еще раз... Значит, луна последняя... Солнце, свеча, камин, луна... Типа, самое сильное солнце... Потом самая слабая... Свеча... Потом... Типа, камин... И потом луна... Да почему? Не может такого быть... Так, а здесь что? Кстати, можно взаимодействовать? Ну, либо я неправильно понимаю цвет... Который они... Извлекают... Потому что здесь, конечно... А, либо, кстати... Возможно, заново просто сделать... Что, типа, солнце... Свеча... Камин... Луна... Потому что до этого они уже были прожаты, нет? Ну, блин, это немного странно так делать, если честно... Потому что... Подсказок... Кроме цвета... Я здесь вообще никаких не вижу... То есть, возможно, это вот такой порядок... Я не очень понимаю, что они имеют в виду под камином... Типа, какого в вашем понимании цвет солнца? Я не знаю... Может быть, это камин, хорошо... Давай тогда это солнце... Это свеча... Просто это... Я уверен, что вот это свеча... Наверное... Не знаю... Может быть, вот третий камин... Так, камин, свет луны... Давай, так, тогда... Что я еще не пробовал? Типа, как солнце... Свеча... Камин... Потому что мощный красный... И луна вот так... Да, ну... Надо вот именно с цветами... Ну, блин, знаешь, это... Довольно очевидно... Потому что, ну, вот, можно, да, взглядеться... Вот... То есть, вот это, получается, у нас... Солнце... Потому что... Такой... Желтоватый оттенок... Он... Извлекает... Это свеча... Потому что... Типа, свеча... Я не знаю... Камин... Потому что такой, ну, ярко-красный... Ну, не ярко... Но ярче... Чем все остальное... И луна... Тут... Только с этой, я был уверен, на сто процентов... Остальное... Ну, надо было потыкать... Хорошо... Следующий зал... Чем-то напоминает... Ауриэля... Теперь везде буду это пробовать... Одномочиться, да... Что это было? Айлицкий колодец... А портал действует... Это главное... Елко... Теперь мёррика... Аурица? Пят beau... Пятой лице? Ха? Ты снова? Какая сюрприз! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Мы снова встретимся, мой друг! Так что, трампы под городом снова после 200 лет. Как глупые эти мертвы! Но почему ты так... интересно? Интересно. Грэй Коу в Ноктурне, а? Ты собираешь Грэй Коу? Ты здесь, чтобы следить, кто был здесь 200 лет назад. Я помню. Да, Чао Амбринохс. Да, Чао Амбринохс был здесь, но он успешно исчезнул от Кролд Харп. Ты здесь, чтобы исчезнуть от Монграем 2? Я не думаю так. Так что, мой друг, давайте посмотрим, если вы тоже сможете избавиться от этого района. Но сначала, я попросил вам. Это место, где-то полный грандиантов Кролд Харп. Не уберите кого-то, и я получу специальную награду для вас. Не разрушайте Силенку Кролд Харп. Пойдем сейчас! Как они говорят, когда ты убили? А, да, Садо хранит тебя. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ты кто?! Я это немного удивило, что тут стоит просто огромная версия булавы Молга-бала? А куда ты хочешь, чтобы я... Куда мне идти? Еще и никого не убив. Прогоняне с красными бошками. Так, я попробую сохраниться, потому что... Да, как-то в предыдущей локации была проблема с этим. Явно хочется подойти к этой огромной красной... Чем бы это ни было. Они меня заметили? Да нет, вроде. В смысле, да, они знают, что я здесь. Но прям вот, чтобы никого не убив, так вряд ли получится, как минимум. Потому что они цепляют меня отовсюду. Как-то не работает здесь покров Ноктюрнал. Ой. Я подумал, что как-то иначе выглядят, но ладно. Ой, ничего не вижу. Вообще, где... Что это за место? Я бы сказал, что похоже на Каирн Душ, но не похоже. Портал. Портал, но, зараза, не рабочий. Ты гнида. Нужен ключ! Зава запада. Что за зава запада? Так, тихо. Спокойно. Все под контролем, наверное. Попить зелий? Разных причем. Не, но что-то скрытно здесь не работает. Возможно, возможно, потому что... Ты не хочешь сундук открыть? Возможно, потому что так устроен стелс у меня в игре. А это модифицированные NPC, на них нихрена не работает. Теперь я могу это предполагать хотя бы. Что мне делать? Ищи меня, забудь обо мне. Где-то должен быть ключ. Это он... Он может быть у этого придурка? Которого я просто не могу обойти, потому что он меня видит всеми возможными сторонами своего тела. У него ничего нельзя обокрасть вообще. И никак попасть иначе тоже нельзя. Зашибись. Мужик, я тебя сейчас кончу. Просто имей это в виду. Стой, сундук. Спасибо, спасибо за очень адекватно проставленные цели. Надо пробежаться. Очень сильно надо пробежаться. Не убив никого ненароком. Хочется нароком убить. Что за... Это очень странно работает. Просто максимально. Так, ну... Прикольная комнатка. Я начинаю... Жалеть обо всех квестовых модах, которые поставил на игру, по-моему. Что-то такое? Они меня видят везде. Типа, добрый день. Додавакин, скрытный 100. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот да, вот эти вот меня должны были как-то увидеть, конечно же. Естественно. Не сомневаюсь. Прямо они на это способны там, да. Когда я стою здесь. Тут что-то просто, вот я говорю, из-за NPC. Из-за того, что это не те. И работает не так. Поэтому мы сейчас будем ковалять. Но я не знаю, на самом деле, что делать. Вообще не представляю. Никто не уйдет. Как ты меня увидел? Как? Невозможно. Так, есть какая-то пещера. Пещера пустоты. Так, ну, на удивление, пока что даже никто как-то тут не умер. Это очень... Очень неожиданный такой момент. Ну, как? Я от них убегаю? Да, каждую секунду. Потому что спрятаться от них невозможно. Интересный звук. Это огонь такой звук задает? Септима, карта творца и щит. И все? Мне все еще напрягают эти статуи Молгабала. Вообще? Вообще. Здесь должен быть не только щит, если я не ошибаюсь. Может быть, я чего-то не вижу. Ну да, это просто какой-то щит. Тут ключ должен лежать от этой двери. Какая-то цепь. Она в камень почему-то уходит. Аааа, подожди, подожди. Как я мог забыть? Это вообще надо везде здесь таскать с собой древнее видение. Да. Ключ от башни хладной гавани. Ключ от башни хладной гавани. 500 септимов. Правый глаз хладной гавани? Правый глаз хладной гавани позволяет видеть всех. Предполагаю, что имеет смысл пока что это надеть. Вместо моего медальона. А видеть всех это... Это не все эти скрытые предметы, да? Окей. Так, интересно, надо как-то подняться. При этом выжить. Потому что они тут вроде как за мной должны были идти, преследовать меня. Нормального подъема я не вижу. А в смысле... Аааа. Видеть всех. Я вижу всех. Вряд ли мне это как-то поможет, но я вижу всех, да. Круто. Вообще у меня у вампирского навыка есть нечто подобное. Если они живые и у них бьется сердце, то я могу также их отмечать. Но пока буду в этом, потому что пока что все, что мы получаем из артефактов в этих испытаниях, оно нужно непосредственно для этих испытаний. Поэтому я, наверное, пока с этим амулетом похожу. Тем более, что драться здесь особо... Не то, что не приходится, а вообще запрещают. Поэтому... Ноктюрного, конечно. Но это воры, да. Гильзия воров, она всегда такая, что... Скрытно, аккуратно, чтобы никто не заметил. И чтобы не дошло до драки, желательно. Я и не уверен, что с этой стороны адекватно проходить. Но как бы меня это и не остановит. Надеюсь. Давай! Господи, молния. Блин, это нечестно. Тут подняться не смогу. Зачем тогда эти скалы здесь сделаны? Слишком крутой склон. Ну, сейчас, значит... Придется обходить. Просто, видишь, проблема-то в том, что... Хоть гильзия воров имеет... Свою... Систему. Своё кредо. У меня оно немного другое. Просто в силу того, что... Довольно долго уже Скай занимается... Вот этим вот... Что вот мне с ним делать? Если не убить сундук. Абонитовая маска трибунала. А где все остальные? Почему только абонитовые нахожу? Абонитовые и серебряные везде разбросаны. Так, а вот как раз тут этот кусок скалы. Да, его не обойти. Ну, ладно. Привет. А, дверь решила открыть сама. Хорошо. Она подумала, блин, но она нашла ключ. Надо идти просто и открываться сразу. Испугалась. Ну, я пытался. Кто-то нахрен такой... Так, я снимаю этот амулет, хотя ладно. Орлиный взор. Орлиный взор. Серый лист счастлив? Тишина охладной гавани не нарушена. Блин, ну, кстати, здесь, наверное... Твою мать. Я даже не против. И где я? А это всегда теперь будет происходить? Не сказать, что я этому рад? Я как будто... Да, я даже не знаю, как назвать это место. Ой, да ну хватит. Ну, серьезно. Ну, что это такое? Так, теперь вместо какого кольца я это наделал? Вместо... Кстати, кольца серого лиса, между прочим. Как бы иронично это не было. Так, хорошо, что это за коридоры такие? Это лабиринт. Причем... В том числе вертикально лабиринт. Вот это я попаль. Угу, рычаг. Так понимаю, вопрос в том, правильно ли я изначально пошел. Что это, септимы валяются? Тут надо все осматривать, потому что... Этот некто? Я не знаю, кто со мной разговаривает. Я его голос ни разу не слышал. Он тут мог тоже всякие тайники наделать. Я так понимаю, древнее видение. Ну, просто на случай, если, да? Вот что-то где-то произошло. Угу, угу, что-то где-то было. Где-то вообще не в этом коридоре. Господи, как запутанно-то. Тут еще главное, ну... Пойти в правильном направлении, не заблудиться. Так, здесь было так? А, где-то рядом. Ну, тут сейчас, тут было еще одно направление. Направо можно посмотреть. Господи. Закрыто здесь, закрыто там. Пока что рычаг я видел только один. Так, это какой-то другой зал. Тут нет бюста. Ага. Сундук. Сундук. А-а-а, оно... Сундук проявляет. Золотая маска трибунала. Такого-то у меня не было. Дневник Кая Умбранокса Том Пятый. Посмотрим. Том Пятый. Как и любому другому смертному, чемпиону пришлось столкнуться с искушениями этого мира. Он всегда брался за любую работу или дело. И всегда доводил их до конца, даже если они были смертельно опасны. И никогда не терпел неудачу и всегда доставал драгоценные артефакты, которые были нужны другим людям. А при чем тут при искушении? А вот при чем. Любой другой человек, конечно же, оставил бы эти артефакты себе. Каждое задание оканчивалось получением какого-либо предмета, который нужно было вернуть законному владельцу. Увы, законный владелец зачастую оказывался незаконным. Ниже я привел список этих вещей и их законных владельцев. Эти вещи как раз и доставал чемпион для главы гильдии воров Серого Лиса. В то время моего отца... А, в то время это моего отца. А ты хоть знаешь, что это за предметы, которые мой отец просил у чемпиона? Конечно же нет. Позволь мне просветить тебя. Камень Савилл, он хранился в монастыре Мотылька Предков, что к северу от Чейднинхол в Джейрольских горах. Благодаря этому камню мой отец мог увидеть другие артефакты. Стрела в освобождение. Да, та самая, которая сейчас у тебя в руках. Чемпион использовал ее, чтобы попасть в закрытые залы подземи или имперского города. Теперь, дорогой дракон рожден, и она стала важным элементом путевора твоего пути. Путевора твоего пути, ну ладно. Последнее, но не менее важное, были сапоги быстроногого Джека. Эта волшебная обувь могла магическим образом увеличивать ловкость и ускорять движение тела владельца. Все эти артефакты были необходимы для выполнения самого сложного задания моего отца. Он попросил чемпиона проникнуть в башню белого золота и выкрасть из имперской библиотеки древний свиток. И если ты, мой дорогой друг, дочитал до этого места, то это означает только одно. Ты сопротивлялся искушению. Ты действительно так же благороден, как наш многоуважаемый чемпион. В этом, кстати, есть небольшая проблема, да? Потому что... Господи, потому что, ну, у меня за спиной, типа, доедрические предметы. И некоторые артефакты. Я кое-что заметил прикольное. В дебафах. И, мне кажется, надо показать это обязательно. Репутация пошла вниз. Я не знаю, почему. Возможно, потому что меня пару раз в рамках Стражи Рассвета видели вампиром. Типа, да, я все еще продолжаю скверняться доедра, потому что я использую... Во-первых, потому что я вампир. Во-вторых, потому что я использую их артефакты. Ну, не вампир в смысле, а доедра. Закон. Я не знаю, что я такого сделаю. Делаю, что у меня 55% в беззаконе. И жажда власти. Ну, тут как бы обман, предательство, темная магия. Можно залезть в статистику и посмотреть. Ну, типа, да, понятно, что доедра я много, как и вампиризм, соответственно. Но у вампиризма был один укус в шею. И то это был бандит, который в итоге умер. Подозрение вампира и замеченный облик вампира. Это кто-то один меня увидел. Скорее всего, после этого умер. Я убиваю... 340 бандитов было убито. Однако, темное братство, гильдия воров, короче, кражи. Это все знают люди, не знают люди. Это все влияет на репутацию глобальную. Вот так вот. Так что, видимо, выполнение оставшихся заказов, которые были у Назира, это, я не знаю, ошибка? Короче, при том, что я спасаю этот гребаный мир, меня люди теперь будут немного недолюбливать. Очень, очень прикольно. Так, ну ладно, тут опять же были рычаги. В больших количествах. Сейчас мы с вами посмотрим. Что еще такого тут можно найти? Я потому что пока не очень понимаю. Мне кажется, можно спуститься в самое начало. Попробовать там открыть замок. Ну, не замок, в смысле, а убрать ворота. Что здесь наверняка тоже что-то есть. О-о-о. Это, конечно, мне особо ничем не поможет сейчас. Так, ну тогда, как мне кажется... А это не открывается. Открывается. Просто не всегда срабатывает на все стороны сразу. Хорошо, хочешь поиграть в игру, я поиграю с тобой в игру, не волнуйся. С такими, как ты... Я очень часто в игры играю. Некоторые бы назвали это моей специальностью. Тут что-то происходит. Я вот не могу понять этот лабиринт. В плане того, что в нем нет совершенно ничего сложного. Есть вот эта вот стена. Вот как тупик больше. А это как бонусная награда. Либо тут что-то есть. Но ни рычагов, ни скрытых механизмов я тут не вижу. Только деньги. С чего я взял вывод, что здесь я ничего сделать не могу. Так, подожди. А он мне дал кольцо, которое позволяет видеть предметы. Точнее, двери и сундуки. Там. Подожди, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Нет, кольцо-то он мне дал. Но я мог его и не получить. Нет, я думаю, оно ни на что не влияет. Потому что, да, действительно, я мог там кого-то убить. Он бы тогда кольцо мне не дал. И, ну, я бы здесь просто ходил без него. Оно точно не фундаментальное. А двери здесь как бы, ну, и так видно. Тогда я даже не знаю, что надо сделать. Просто заклинание, но только сундуки двигают. Или как-то еще нормальные двери тоже. О! А, подожди. А по какому принципу он открылся? Не понял, но хорошо. Теперь надо искать рычаг, который открыл этот рычаг. Да. Очень увлекательный процесс. Я просто еще, если честно, не могу понять этот товарищ, который пытается со мной контактировать. Он... Вообще друг, не друг. Как он настроен? Может, прям... Прям сюда посмотреть? Нет. Возможно, он открыл там. Тут много вариантов. Надо пробежаться. Ну ты и душнина, конечно. Кишку построил, загнал меня в нее бегать. Так, это я повернул. Непонятно как. А, ну, видимо, сюда. Предполагаю... Нет. Ну, мне нравится, что здесь у них меняется постоянно окружение. Ну, то есть, а то в пещере. То в, я не знаю, каких-то арабских... Я не знаю, почему, но какой-то вот такой, да, атмосферы отдает. Какой-то Египет прям, как будто я... Сейчас буду саркофаги раскапывать. Так. А... Рычаги работают очень неочевидным образом. Типа я дернул там, тот рычаг активировал, наверное, рычаг здесь. В правой комнате. Слева. Ага. Теперь я дергаю его, и теперь откроется... Или не откроется. Третий проход. Еще музыка такая соответствующая тоже. Так, запутался уже. Там рычаг. Теперь сюда. И вот это должно быть открыто. Отлично. Такой же повторный лабиринт, как и здесь. Зеркальный, что ли? Чем-то не похоже. А, ну да, смотри. Там тоже стол с посудой. Здесь открывается рычаг. Кстати, на что он действует, я уже не уверен. Так. Ну, либо там будет какой-то потайной ход. Нет, сюда вряд ли. Надо в главный зал вернуться. Там, наверное, что-то открылось. Очень любят они, кстати, что-то рычаги. Рычаги, ключи. Так, и я открыл проход вот здесь. Конечно. Фу, набегался. И здесь еще один рычаг. Так, тут еще больше развилок. Очень много золотых слитков. Ну, ладно, они мне не нужны. Ой, оооо, май гад. Ладно. Смотрим, что здесь. Это все ведет... А, это все ведет в одно и то же место. Слава богу, хоть с этим все понятно. Здесь закрыто. Значит, рычаг, который опускает верхушку, находится снизу. А вот низ уже ведет в разные направления. И тут два тоннеля. И не факт, что я сейчас бегу в правильный. И никто не мешал делать развилки, в том числе здесь. Рычаг, раз. Это что-то открыло прям совсем рядом. Я слышал звук металлический. Где я? А, я сделал круг. Теперь я могу пройти. Намудрили. Очень, очень сильно намудрили. Вау. Актернул. Что это? Камень искушения. Каждый получит свое искушение. Найди камень искушения и выбери свой путь. Я не могу его активировать. Здесь пустой сундук. Наверное, надо найти камни, положить их. И тогда только камень искушения активируется. А это два портала, да? Один только еще не действующий, а второй сейчас меня отправит в какую-нибудь задницу опять. Дома искушенных центурионов. Два камня надо найти. Кстати, не поня... А. Нет, непонятно сколько. Там была речь про артефакты, но ни в коем случае... Они гигантские. Они гигантские, но запрет на убийство должен был спасть. Господи. А, ну это центурионы. Это просто такая странная... Определение, да? Амулетом. Так, где мой медальон с... Вот. Банитовый, который я ношу. Каким бы крутым не было все это... Видение врагов, я, пожалуй, искушенных центурионов... Все-таки порублю. Так, ну судя по... Не понял. Странно. Камень здоровья. Думаю, как вор действую, как вор. Плюс же еще в том, что эти центурионы не могут пройти именно сюда. Поэтому я могу их просто... Расстрелять. Ай, как хорошо в спину попадает. Слабое место на стыке. Тело и ног. То есть я такой хоп. И оно открывается. Прикольно. Камень магии. А, либо, кстати, этот камень, который находится там в центре, он активирует второй портал. Тоже вариант. Я просто пытаюсь думать наперед. Пытаться как-то понять, что меня ждет дальше. Я, вот правда, наверное, со всех событий, которые были пережиты, сейчас первый раз ощущаю такую неуверенность в будущем и непонимание вообще, что происходит. Типа, я просто прохожу какое-то испытание. Потому что Ноктюрнелл так сказала. Я даже не представляю, когда это закончится. А, теперь работает второй. Хорошо. Оставить поиски и вернуться в Скайрим? Не. Так это не работает. Так, где они? Карта Воина, карты М. Ну, кстати, деньги-то у меня все-таки тут есть. Придю камень, камень, камень. Раз, два, три. Каждый найдет свое искушение. Что это за развилка? Очередная загадка. Очередное использование древних знаний. Вот тут закрыто. Тут стоит Ноктюрнелл. Здесь есть механизм. Или я могу просто пройти сюда. Это похоже на какой-то просто очень большой дворец. Вот мне явно туда. Только дай-ка угадаю. Это открывает далеко не этот проход. Ну, конечно. А может быть в этих комнатах спрятан какой-то еще рычаг? Там же все-таки два заборчика. А, ну или я могу пройти сюда. Не дотянусь никак. Хм. Ну да, скорее всего, где-то здесь есть второй. Просто древнее видение-то работает, да? Просто здесь оно преимущественно пока что работало только на сундуке. Там непосредственно для прохождения испытания оно уже не нужно было. Нет, сейчас тут где-то еще есть. Это прям сто процентов. Эти комнаты не просто так стоят. Может быть на ближней стенке. Может быть на дальней стенке. Можно посидеть. Можно посидеть. Можно взять. Можно Можно оставить поиски и вернуться в Скайрим. Только это не в моем стиле. А если еще раз нажать? А если еще раз нажать, то я ничего не пойму. Он просто, наверное, закрывает. Так, ну я не буду бросать свои умения невероятные. А, или, кстати, древнее видение поможет разблокировать здесь, типа, что... Опа. Может быть, второй рычаг на второй стороне. Нет, а здесь-то только туда. Как так? Не уверен, что там. Может быть, Ноктюрного можно здесь разблокировать. Вот, пожалуйста. Вот здесь засов. Все-таки нужен. Ну, блин, не знаю. Насколько бы это не было интересно. Как минимум, по причине, что же там будет дальше. Как-то бегать просто в разном порядке, открывать рычаги, немного под заколебло. Сапоги быстроногого Джека. А они с нормальным эффектом. Эта убив когда-то принадлежала, пользующемуся дурной славы, быстроногому Джеку. И в ней, по словам владельца, по способности удрать он не имел себе равных. Можешь попробовать. Оставлю здесь чешую одну. Пусть все знают, что здесь был Дувакин. Ну-ка, попробую. А, ну да. Мне кажется, они сейчас пригодятся. Вот бы они у меня были, когда я рычаги активировал, а? Вау. Стильно? Мне кажется, огонь. Вообще, лучше сапогов я бы не нашел нигде. Так, какие там еще были артефакты? Сапоги, стрела, которая у меня уже есть, амулет. Плащ. Плащ-то финальная награда, я даже не знаю, что он мне даст. Можно использовать для быстрого передвижения между городами в Скайриме. Не знаю, надо по-быстренькому там от Вайтрана до какого-нибудь Фолкарта добежать. Просто втопил. Так, а мост вы мне, естественно, не сделаете. Потому что надо, видимо, допрыгивать, используя сапоги. Но можно и не попасть. Так, нормально, сапоги верну свои. Залы запада. Пустыня и радуга. Интересно. Интересное сочетание, которое мы с вами будем исследовать, наверное, уже тогда в следующей серии. А на этом, Скай, я верну тебя обязательно в музей, отмою, сложу все вещи. Но нам нужно разобраться с этим гребаным испытанием, потому что, ну, ну надо, Скай, надо потерпеть. На этом пока что все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Напоминаю, что спонсоры канала смотрят новые серии Скайрима чуть раньше остальных. А на этом все. Увидимся.